Моё вам почтение, дамы и господа, меня зовут Николай, и добро пожелать в игре на Джилл Биатлон, где сегодня будет проведена последняя гонка перед чемпионатом мира. Соответственно, это мастарт в итальянском Монхольце, перед вашими глазами старт-лист из 21 лучшего спортсмена по итогам этого этапа. Долго я, конечно, ловил вот подобный старт-лист, где лидер общего зачёта Остин Морган будет располагаться на первой стартовой позиции, но в итоге, собственно, мы это получили, и давайте смотреть, чем же у нас эта гоночка с вами сейчас обернётся. Это действительно заключительная гонка перед стартом чемпионата мира. Именно на Кубке мира у вас ещё будет, у некоторых, дорогие друзья, чемпионат Европы, который проведёт Артём Мальцев на своём канале. Почему-то у нас сейчас была графика финиша, но да ладно, Остин Морган тем временем вырывается вперёд. Так вот, чемпионат Европы пройдёт для ребят, которые должны были участвовать в Кубке IBU. Морган тем временем создаёт просвет. За ним уже в секунде Сирилл Эпофье и дальше Владимир Руденко. Нас тут пронесли спортсмены настолько быстро, что я же не успел переключиться, еле нашёл кнопку для нужной камеры. Так вот, чемпионат Европы, затем мы с вами отправляемся в Поклюку, где разыграем медали главного старта этого сезона. Покуда Остин Морган улепётывает от всех своих ближайших конкурентов. Чё-то как-то слишком жёстко начинает он гоняться. Вы не находите? Я вот нахожу. Сейчас мы с вами смотрим за представителем сборной команды Гренландии. Если я не ошибаюсь, то это Томас Сорен Фредрик. А может и Алекс Фокинсон. Ну точно не Бертельсон. Тоже не должен это быть Бертельсон. Это Фокинсон, точно всё. Немножко не признаю Алекса, всё-таки довольно-таки мало он выступал на Кубке Мира. И пока что вот нет у нас с ним вот этих вот связей каких-то ментальных, которые позволяли бы его определять в пилотоне. Но тем временем мы выходим уже на первую стрельбу. Остин Морган с просветом лидер. Дальше Нильсон и Николич. Кори, Фредрик, Хейтинен, Ристич, Верховников и Эпофье. Собственно, примерно так вы сами могли посмотреть по графике. Морган открывает пальбу первым. Первым промахнулся Кори. Дальше Юнисович, Руденко и Павлов имеют по промаху. Два у Брэдли Кори. Продон. Один у Лукаса Берри. Один у Эдварда Макаронина. Также промахнулся Сирил Эпофье и Никола Николич. Рольф Ньюгор также имеет один промах. Остальные уходят чисто. Остин Морган по-прежнему лидер и, как по мне, еще более убедительным стал просвет. Относительно его ближайшего преследователя, коим сейчас является представителем сборной команды Норвегии. Я так понимаю, что это Юстейнхоф Нильсон. Что же, сейчас увидим на отсечке 4 километра, которая у нас сейчас стала такой штатной отсечкой после огневого рубежа. Морган дальше 2,8 Нильсон. 4 секунды Фредерик. 4,5 Бертельсон. 5 секунд Верховников. Довольно-таки большие уже разрывы. И тяжеловато будет догонять преследователем американского гонщика. Заключительное место сейчас занимает Тадей Юнисович из сборной команды Словении. Это Юстейнхоф Нильсон. Он сейчас находится в состоянии погони. За Остином Морганом Юстейн выиграл борьбу за второе место у Остина в спринтерской гонке. Но здесь пока что Остин лидирует. Как, собственно, и в гонке преследования, где он также обставил своего норвежского визави. 5,2. 2,7 сейчас уступает Нильсон. Практически в одни ноги прошли. Одну десяточку отыграл норвежский гонщик. Дальше Фредерик. Верховников, Ковач, Бертельсен чуть-чуть просел. Хейтинен, Миронов, Николич и Фокинсон. Вот такая топ-10 на данный момент. Морган уже на стрельбище. Но тут же уже, собственно, и Нильсон, и Фредерик. На нервы давить, разумеется, будут. Дальше Ковач, Верховников, Николич и Бертельсен. Итак, Остин Морган открывает пальбу. Первые два точно. Промаху Ковача. Промаху Хейтинена. Остин Морган стреляет точно. Промаху Алекса Фокинсона. Промаху Макаройнина. Закрывает Нильсон, Фредерик, Верховников, Николич, Бертельсен и Миронов. Точен Уотсон и Точен Кинг. Промаху Миамирористича тем временем. Точны Берри, Эпофье Корень и Нюгор. У Павлова два. Руденко точен. Промаху Юнисовича. Ну что же, сейчас поплотнее пойдут спортсмены вот в этой группе преследования Остина Моргана, если её так можно назвать. Ну а сам Остин за счёт скорострельности мог ещё даже чуть-чуть нарастить своё преимущество. Да, 3-4 сейчас уступает Йостейн Хофф Нильсон. Дальше 4-2. Эльдар Верховников. 4-9 Фредерик. 5-3 Бертельсен. 5-5 Николич. Дальше Миронов, Ковач, Уотсон и Кинг. Вот такая сейчас десяточка сильнейших. Дальше Хейтинен и Берри. Эпофье, Фокинсон и Кори. Отрывы ещё не такие большие. В принципе, за счёт ошибок оппонентов можно догнать. Но, к сожалению, для позади идущих сейчас лидирующая группа довольно-таки редко допускает множество промахов. Так что ждать от них поблажки вряд ли стоит. Тем временем здесь мы видим, как за третью позицию борются Эльдар Верховников и Никола Николич. Но пока что преимущество в этой борьбе остаётся за Белорусом. Сейчас на спуске чуть лучше сработали лыжи. У Николича он даже на отсечке обошёл своего белорусского визави. Но затем Верховников снова восстановил своё преимущество в этом аспекте. Нильсон по-прежнему идёт в одни ноги с Остином Морганом. И уступает ему все те же 3-4. Морган уже на стрельбище тем временем. Николич занимает второй коврик, изящно обойдя Нильсона и Верховникова прямо-таки на стрельбище. Морган уже закрыл 2. Промах у Верховникова и у Нильсона. Промах у Николича. 2 у Нильсона. 2 у Верховникова. Промах у Фредерика. Морган уходит. Точен Бертельсон. Точен Миронов. Промах у Ковача последним выстрелом. 2 тем временем у Джейми Норт Уотсона. Точен Стив Кинг. 2 у Сириала Бафи. 1 у Алекса Фокинсона и Эдварда Макаройнина. У Берри промах. Точен Кори и Ньюгор. Точен Миамир Ристич. Промах у Руденко. Промах у Павлова и у Юнисовича. Они будут замыкать протокол этой гонки. Я уверен в этом на 99%. Что же. Остин Морган. Убедительный лидер. Его сейчас преследует Андреас Эдвард Бертельсон. Который будет уступать уже много. 6 секунд. Дальше 6.4. Василий Миронов. 9.7. Уступает Никола Николич. 11.8. Томас Сорен Фредерик. 13.5 секунд. Уступает Стив Кинг. Йован Ковач уступает 16.2. Хейтинен 18 секунд ровно. Дальше Кори 18.4. Верховников 19.9. Нильсон 20.6. Ньюгор 23.3. Это Василий Миронов. Он уже обошел. Андреас Эдварда Бертельсона тоже самое сейчас проворачивает. Никола Николич. Тяжело гренландскому биатлету все-таки соперничать еще в плане хода. Со своими довольно-таки сильными конкурентами. Но растет Бертельсона в этом аспекте. Не будем преуменьшать его заслуг. Что же. 6.2. Уступает Миронов. Идет он быстрее, нежели Остин Морган. 7.7. Уступает Николич. Бертельсона 9 секунд ровно. Там уже и Томас Сорен Фредерик не так далеко. Это Джейми Норт Уотсон, дорогие друзья, сейчас на наших экранах. Который ведет борьбу сейчас с представителем сборной команды Гренландии Алексом Фокинсоном. Но пока что особых успехов в этой борьбе он не добился. Что же. Морган, Миронов, Николич. Такая топ-3 на данный момент. На огневом рубеже. Морган закрыл уже 4. 5 из 5 закрывает Остин Морган. Идеальная гонка от него. Он сегодня точно должен побеждать. Вопрос кто будет на второй и третьей строчке. Открыт. Миронов и Николич допустили промахи. Бертельсона точен. Точен Томас Сорен Фредерик. И сейчас будет погоня. Дальше точны Кинг и Ковач. По промаху Кори Верховникова. Ну что же. Бертельсон выходит вторым. За ним Томас Сорен Фредерик. И в непосредственной близости выходят и Николич и Миронов. Ну и сейчас будет борьба. На этом подъеме явно будут пытаться догонять. И Фредерик и Николич. Убежавшего вперед Андреаса Эдварда Бертельсона. Ну тяжеловато конечно. Тяжеловато Андреасу Эдварду. Николич уже проатаковал позиции Томаса Сорена Фредерика. И выходит на третью позицию. Дальше Миронов пятый. Ковач шестой. Борется со Стивом Кингом. Но преимущество в этой борьбе явное есть у Йована Ковача. Он довольно таки быстрый спортсмен. Дальше Хейтин и Нильсон. Замыкает десятку. Брэдли Кори. Нюгоры Верховников сражаются за возможное попадание в очки. Тем временем у Павла Павлова два промаха. Николич тем временем накатывает Бертельсона потихоньку. И вот здесь сейчас на вот этих петельках тяжеловато Андреасу Эдварду. И сейчас Николич по внутренней траектории будет пытаться проходить. И за счет выкота скорость побольше была у Николича. И он сейчас выходит на вторую строчку. Там еще и Фредерик недалеко. Секунду и четыре десятых уступал Томас Орен Фредерик в насечке 14.2. Но здесь уже скорее всего банально не хватит дистанции. Потому что нет здесь подъемов. Здесь уже одна равнина. И вряд ли успеет Томас Орен Фредерик обойти своего товарища по команде. Остин Морган. Вторая победа на этом этапе. После уверенной победы в гонке преследования. Еще более уверенная, как мне кажется, в масс-старте. Николай Николич сегодня второй. Будет продолжать преследовать Остина Моргана в общем зачете. Третий Андреас Эдвард Бертельсон. Также недалеко будет отставать. Томас Орен Фредерик 4. Василий Миронов 5. Стив Кинг 6. Йован Ковач 7. Не тому я отдавал предпочтение в борьбе за 6 место. Дальше Нильсон, Хейтинен и Кори. Верховников не попал в очки. Вот это для него печальный звоночек в борьбе за общий зачет. Кубка мира. Дальше Макаройнин, Ньюгор, Фокинсон, Ристич, Берри. Отставание уже почти 40 секундное. Эпофье перевалил за 40 секунд. 17 место. Джейми Норт Уотсон далековато сегодня. 45 секунд и 18 место. Тадей Юнисович 50 секунд и 80 на 19 позиции. Далее мы ожидаем Владимира Руденко, как я понимаю, и Павла Павлова. Вот, собственно, и Белорус. Минут 0.5 уступает и 20 позиция. Ну и Павел Павлов сейчас выезжает на финишную прямую. Не лучшее выступление от россиянина. Но он хотя бы попал в маст-старт. Остин Морген с нулем выигрывает эту гонку. С тремя Никола Никольевич сегодня второй уступил 8 секунд. Андреас Адор Бертельсон за счет чистой стрельбы занимает третью позицию. 10.3 секунды уступил. Дальше Фредерик, Миронов и Кинг. Что же, худший результат у Павла Павлова. Он сегодня напромахивался аж 8 раз. Что уже непозволительно на гонках такого уровня. Что же, давайте обратим внимание на статистику этой гонки. Может там что-то поменяется. Ёшкин кот. Вот это преимущество у Николича Ходом. 11.5 она сидит на Ковача. Дальше 11.8 уступил Морген. 12 секунд ровно уступил Эдвард Макаройнин. Но опять же, Анхольц не показатель. Нужно будет смотреть на трассе в Поклюке. Что там покажут спортсмены. Худшие Владимир Руденко, Рольф Ньюгор и Джейми Норт-Уотсон. Но Ньюгор и Руденко прям с солидным просветом худшие. По скорострельности лучше Бертельсон. Дальше Ньюгор, Кори, Верховников, Миронов и Морген. Вот такая вот топ-6. Худшие в аспекте скорострельности Миамир Ристич, 14.4. Дальше Павел Павлов и Лукас Берри. И очень много они за счет этого уступают. Что же, спасибо за просмотр. Увидимся уже на чемпионате мира. Меня звали Николай. Пока-пока.